Доброе воскресное утро! Доброе утро, страна! Руслан, мы постараемся сделать как можно его добрее для вас. Выпечка, все как вы любите с утра, насколько нам известно. Да, еще бы молочка не хватало. А, кстати, это правда, что вы прям любите с утра? Холодное молоко и горячая выпечка. С утра? Ну как с утра, часа в четыре. С утра и на ночь, вот так, два раза в день. Два раза в день. И все, и больше ничего в течение дня? Нет, ну в течение дня это так. Руслан, мы-то знаем, что для вас это не просто испытание, это подвиг, это пытка вставать раньше двух часов дня. Это правда или нет? Да, это правда. Для меня это очень-очень рано. Обычно я просыпаюсь в 12. А, все-таки в 12. Ну, назвать тебя Соней тоже нельзя, потому что ложишься ты очень поздно, уже когда рассвет практически наступает, насколько нам известно. Не наступает, если это зима или осень. Да, да, да. Вот мне просто интересно, что делает творческий человек до 4 утра, когда, в общем-то, уже силы все человеческие иссякли у нормального человека? Ну, знаете, когда тишина, когда все спят, очень как-то так, ну, мне удобно сосредоточиться, и, ну, наверное, думаю о музыке, о новых песнях. Руслан, ну мы надеемся, что ты немножко хотя бы готовишь, и, собственно, на завтрак у нас сегодня будет. Да, пора бы узнать, что мы сегодня сегодня представим. Сегодня будет, кстати, о Париже, о Франции, сегодня будет французский пирог. А если по-нашему, сырно-луковый пирог. Ой, отлично. Сегодня будем пробовать. Что нам понадобится? Нам понадобится 2 луковицы. Хорошо. Лук репчатый. 2 листика теста. Так. Тесто дрожжевое. Так. Сыр салугуни. Отлично. Чуть-чуть муки и 3 яйца. Все. Идеально. Мне кажется, тут даже напрягаться не стоит. Все получится действительно само собой. В этом мы нисколько не сомневаемся. И все это будет проникнуто творчеством. Так давайте же уже готовить. Приступайте. Начинаем. Давайте готовим готовить. Скоро приступим и к общению, но это будет уже в следующем включении. Ну, а это утро мы встречаем вместе с певцом Русланом Березовским. Сегодня у нас в гостях белорусский шансонье Руслан Березовский. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Насколько нам известно, прежде чем стать музыкантом, все-таки нашел себя в другом творчестве, в изобразительном искусстве. И художественную школу закончил, да? Да. И лицей. Ну, удалось поработать кистью, афортом? Конечно. Это все осталось. Месяц назад делал хорошему своему другу, товарищу, портрет. И при этом я кисть не брал в руки 20 лет. 20 лет? Да, ну и как вчера. Вот все во времени, упирается все во время. Не успеваешь. Ну, если все упирается во времени, то я понимаю, действительно, все по-настоящему, как у настоящего шансоневец. Шансон – это все-таки авторская песня. Ты сам пишешь музыку, сам пишешь слова и не менее сам исполняешь это на сцене. А вот твоя тематика – это что? Тематика? Ну, по большому счету, любовь. Любовь. Я где-то слышала… О чем бы ни пели? Все о любви. Ты просто так интересно сказал, что 50% твоего творчества – это о любви, и еще 50% – это все остальное. Это все остальное. А вот что это все остальное, интересно? Нет, ну есть разные песни. Есть песни политические. Которые я не исполняю ни на ТВ, ни на радио, ни на ротации. Ну, нигде не исполняю. Нет, я исполняю определенные мероприятия, определенные какие-то спецпроекты. Вот так. Закрытые мероприятия. А, вот там исполняйте. Закрытые политические мероприятия. Все понятно. Хорошо. Руслан, если уж про любовь, то чего уж тут? Если о песнях, то слова, слова. Ну, когда у меня, получается, я пишу. А так пишет еще помогает мне, мой хороший друг. А потом прочитаю, вижу, что не получается, и пишет какой-то другой. Руслан, ну, может быть, довольно странный и часто задаваемый вопрос, но почему шансон? Ведь мы знаем, что у тебя очень хороший оперный голос. А никто не сказал шансон. А шансон не вырязывал. Да, вот же я сказал. Нет, я имел в виду авторская песня. Ну, ты же позиционируешься как шансон, или нет? Или мы что-то перепутали у себя там в редакторских головах? У нас так просто как-то восприняли. Если там хриплый голос, то есть это шансон. Это, ну, не обязательно шансон. Вообще можно все назвать шансоном. Вот любую песню. Даже тот же рэп, который читается про жизнь, ну, это тоже шансон. Топ-лис-группа, что ты думаешь? Да, шансон. Нет, шансон. Девочки же поют о себе. Вообще-то я назвал, я назвал сам свое направление. Джайк Сол. Как? Крайк Сол. Крайк Сол. Сол, то есть это надлом души? Ну да, надлом души. Такой надломанный соу, соу. Да, ага. А сейчас, по-моему, это крайне популярное направление. Шансон? Да, ну, такой шансон. Авторская песня. Авторская песня, да. Как в Москве называется, это вот Кремлевская эстрада. Кремлевская эстрада, да. Не, ну, если Стас Михайлов 4 концерта в Кремле, значит, все будет. Фирменный шансон такой, ну, типа там. То есть Лепс? Да, да, да. Михайлов? Да. Это Кремлевская эстрада. Все Кремлевская эстрада. Есть Кремлевская диета, а есть Кремлевская эстрада. И каждый от этого страдает по-своему. А у нас в гостях певец Руслан Березовский. Этим воскресным утром рецептом фирменного завтрака с нами делится белорусский шансонье Руслан Березовский. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Белорусская эстрада знает о тебе еще с 90-х. И совсем... Удивительно. Кто? Ну, не я, к сожалению. Ведь в 90-х Руслан был совсем малюткой. Я такое читала. Нет, Женя, не малюткой. Он уже создавал... На самом деле Руслана 56. У него была очень модная своя группа. Вот. И не авторскую песню он исполнял. А что? Совсем в другом стиле. Ну, вот сейчас мы и узнаем. Руслан, что за группа? Группа называлась Скринклерс. Как? Скринклерс. О, как модная. Это же было так новаторски. Не знаю, что это значит, это бас-гитаристу приснилось во сне. Вот это слово? Он сказал, наша группа будет называться вот так. Ну, хорошо, так и так. Скринклерс. Он диктатор у него база. У меня не то слово. Это, ну, это... В то время это вообще была революция, на самом деле. Это кожаные штаны, кавойские сапоги. Вот такие отращивались, такие коки. Тут баки, у кого баков не было, подрисовывались. То есть вы прямо эпатировали... Да, косовороты, там вот зажигалки зипа, которые зажигались так вот обновлено, чип-чик. А музыка-то какая была? Музыка рокобильная. Тебе что-нибудь это... Рокобильная. Это, ну, такой хулиганский рок-н-ролл. После группы я решил пойти профессионально просто для себя поставить голос. И где это случилось? Я пошел в музыкальное училище имени Глинки. Вот как. Прям поступил или на курсы? Я не поступил, нет. Я пришел частным образом. Меня прослушали, сказали, хороший баритон, будем заниматься. Все, начал заниматься, а потом позанимался где-то год, и мне предложили поступать. Вот как. Сказали, у вас хороший баритон, давайте поступайте к нам. У нас с мужскими голосами проблемы. Девочек много, мальчиков нет. И вот он шанс. Мне кажется, это был самый главный мотивационный момент. У нас девочек много, а мальчиков нет. А у вас баритон. Я пришел и поступил. Меня спросили при поступлении на экзамене. Спойте Руслан до мажорную гамму. Я такой стал как пионер. До мажор. Оценили? Да. Ну и собственно... Музыкальное училище, как баритон. Преподаватель Костин Сергей Григорьевич, царство небесное покойное. Потом консерватория. Спецпения. Или спецпения называется, или, ну, как говорят, оперное отделение, вокал. Ну, как кто называет. Так а почему-то не сложилось. В консерватории я уже как драм-баритон. Почему не сложилось? Почему не оперное пение в итоге? Ну, я не знаю. Значит, так надо, наверное. Ну, тогда еще немножечко вспоминаем. Я вспоминаю. Руслан, ну, широкой публике ты стал известен благодаря дуэту с Еленой Гришановой. А где вы познакомились, или кто вас познакомил? Познакомились? Только как будто сейчас провокационный вопрос. Ага, ты знаешь, что спросить. Нет, познакомила у нас общая наша подружка Наталья. Вот. И, ну, как-то так получилось. Я Лене показал свою пару песен. Ну, то есть я, ну, я как бы серьезно для себя. Я записывал эти песни для себя там на кухне, за компьютером. Аранжировочку там накидал все, показал. И Лена так послушала, понравилась. И говоришь, а давай-ка дуэтом. Нет, нет, нет. Нет, не так, как было. Нет, так не было. Целенаправленно это не было. То есть, прежде всего, дружба. Дружба, отношения человеческие. Так. Ну, а потом, почему бы нет? Но почему бы не спеться? Так они плохо-то спелись. Потому что песня, насколько я помню, была очень популярна и в Беларуси. И побеждала даже на международных конкурсах. Да, вот в Твери был музыкальный конкурс. Ну да, да. Тверь. Международный фестиваль в памяти Михаила Круга. Вот такой серьезный. Если по шансону брать, это самый такой вот все потолок. Ну, авторитетный фестиваль. Ну да, да. Вот. И мы съездили, да. Ну, неплохо съездили. А сотрудничество почему не продолжилось в таком случае? Вы знаете, ну, сложно сказать. Может быть, Елену Гришанову на Елену Круг сменить можно было бы? Ну, почему бы и нет? Нет, ну, я не знаю. Я не знаю. Как-то, ну, не ссорились, ничего. Ну, как-то так получилось. То есть проект закончился. Ну, пока закончился. Но может быть, хочется с кем-то поискать дуэт? Нет. Ну, может быть, дальше что будет? У меня есть там наметочка одна на дуэт? С ансамблем «Беседа»? Нет. Нет. Не угадал. С кем мы не выясним? Это тайна. Нет, ну почему? Ну, почему бы... Или Ваинга пока еще не ответил. Почему бы опять не с Леной? Так. Есть у меня один кардинальный шаг. Я бы даже сказал, революционный. Почему бы опять не с Леной? А, каково. И я уверен, что все мы будем с нетерпением ждать этой премьеры. Потому как, если люди встречаются снова, значит, будет что-то вау. И я напоминаю, что у нас в гостях певец Руслан Березовский. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях белорусский шансонье Руслан Березовский. Мы говорим ему «Доброе утро». Доброе утро. Шансонье, ведь шансон берет свое начало из Франции. У нас сегодня настоящий французский луково-сырный пирожок. Руслан, мы уже пролистали вашу историю, ну, так, скоренько, но все-таки. А вот что касается современности, над чем сейчас идет работа? Новый альбом, наверняка. Ну да, конечно. Над новым альбомом. Название уже... Вообще не над новым, а над первым альбомом. Над первым альбомом, да. Уже не менее новое от этого. Есть уже рабочее название? Пока еще нет. Пока еще нет, делаются новые песни. Много материала для альбома готово. Ну, просто на каком этапе подготовки он находится? Ну, уже на конечном, я думаю. Уже песен 10-12 где-то есть. Может быть, альбом будет делиться пополам. Одна половина песен о любви, а вторая... Обо всем остальном. Как я называю, жесткие песни. Жесткие? Да. И политические будут в том числе? Да, и политические в том числе. А вот можно какую-нибудь неполитическую жесткую песню сейчас? Хотя бы название ее услышать. Ну, чтобы примерно представить. Или припевчик. Есть очень сильная песня. Сильная, так. Очень сильная. И очень такая... Вы ее пока еще... Ее пока еще никто не слышал, но песня. И очень жесткая. Называется она «Нехристи». Ничего себе. Да. И там есть такие сильные строчки. «Решают судьбы. Нехристи в законе». Эта песня посвящена против оранжевых революций, против насилия во всем мире, против войн. Актуально в наше время. Ну, прям, вы знаете, прям настолько заинтриговали, что я жду не дождусь, когда произойдет презентация альбома, чтобы услышать, познакомиться. Вот, кстати, вопрос, Руслан. Презентация альбома состоится в Минске или все-таки уже в Москве? Потому что мы знаем, что вас там уже больше знают. Вы решили, да, через Россию стать популярным в Беларуси? Вы знаете, наверное, в Минске. Все-таки в Минске? Да. В Минске, но в доме Москвы. Нет, ну, все-таки Минск, Минск. Это мой дом. Больше выступлений у вас сейчас, у тебя сейчас в Москве, насколько нам известно. Ну, это не из-за того, что Минск там какая-то неприязнь, мне это не из-за этого. А может быть, потому что здесь еще не совсем принимают такую музыку? Или она не столь популярна или нет? Я думаю, люди, люди не привыкли, может быть, к жесткому голосу, я не знаю. Вот когда, в каком году была Песня Года, Женя у меня брал интервью, Женя спросил, почему таким голосом жесткая ромашка? Женя, это ты спросил? Это я. Ты отбил у Руслана всю охоту выступать в Минске. Нет, просто понимаю. Руслан подумал, что я, ну, как бы... Вот все же за тебя оказалось. В моем лице весь народ, как бы, не воспринимает жесткий голос. Но это же была телеирония, Руслан. Не надо было воспринимать все так буквально. А я обиделся. Ведь когда у нас часто во время Песни Года говорят, а теперь выступает лучшая певица, это же не значит, что она лучшая. Руслан, ну ей было. вот, и как-то вот он соскучился, он соскучился по родной Беларуси. А как нашлись, как нашли друг друга? Он у нас в интернете нашел? Нашлись, да. Подружились на фейсбуке. Он написал, здравствуй, Руслан. А почему бы так? Я тоже шансовец. А почему бы вот... Ну, давай сделаем, давай сделаем. И что, и что за проект получился? Ну, хороший, хороший концерт. Совместный концерт? Да, совместно. Концерт делился пополам. Половину он, половину я. Ну, люди пришли. В филармонии был концерт 5 ноября. Да, и главное, люди пришли. Главное. Ну, а как по-другому-то? Должны были прийти людей? По-другому могут... И слава богу, что они пришли. Нет, по-другому могут не прийти. Столько родственника не видели. Конечно, пришли. Куда бы они видели? По-другому могли бы и не прийти. Или прийти мало людей. Но пришли, полный зал был, нормально, все прошло. А ведь обычно у нас так и происходит. Люди либо... Главное, такие коварные, они либо приходят, либо не приходят. И что ты будешь делать? Вот среднего прям не дано с этими людьми. Но, вы знаете, все-таки меня интересует такой факт, что вот в Санкт-Петербурге, буквально месяц назад, в Таврическом зале в сопровождении оркестра. Да. Вот. Что это был за проект? Мы об этом практически ничего в Беларуси не слышим. Почему-то местные СМИ не интересуются такими... Это был... Прорывами, я бы даже сказал, отечественного шоу-бизнеса. Это был проект, он каждый год проходит. Дни белорусской культуры в Санкт-Петербурге. Межпарламентская ассамблея союзных государств СНГ проводит каждый год вот такое мероприятие. В Екатерининском зале Таврического дворца. О, как здорово. А что пели-то? Вот там я пел в основном такие... Жесткие. Да, как мы называем, политические жесткие. И прям разрешили, да? Ну, я имею в виду... Ну, да. Здорово. Значит, действительно, правда, значит, не притянутые за уши песни и темы. Жить, притянутые за уши, мы с тобой скоро будем. Почему? А-а-а! К пирогу! Я думаю, нас особо... Наоборот, мы не оттянутые за уши. Вот так мы будем есть этот пирог. Но самое важное, что все это произойдет благодаря духовке Гефест. Ведь Гефест это партнер нашей программы. Гефест готовить одно удовольствие. А мы напоминаем, что у нас в гостях певец Руслан Березовский. Сегодня все воскресное утро с нами певец Руслан Березовский. Доброе утро. Доброе утро. Все готово. Ох, а пахнет-то как? Вот, я не знаю, это, мне кажется, вот чувствуется прям душа, понимаешь? Чувствуется душа. Вот душа и искренность Руслана. А когда попробуем, эта душа прям в нас проникнет. Это да. Начнем напевать песни Руслана. Руслан, ну мы сегодня целый день, целый день, целое утро говорим о твоих талантах, всевозможных увлечениях, проявлениях. И еще одно, которое лично меня удивило, это то, что в лихие 90-е ты занимался реставрацией элитной обуви. Это же, это как? Это длилось до недавнего срока. Это, ты кажется, художник там, получается, работал? Ну, элитная обувь, дорогая обувь. Вот ремонт обуви, но только делается вообще все. Убираются царапины, там все, поляровка. Просто я себе представлю бабушкины какие-то ретро туфли, которые надо отреставрировать. Нет, ну есть обувь, есть дорогая обувь, которая людям дорого, удобно. Вот такую обувь, которую жалко выбросить. Ручная работа у кого-то обувь есть. Сейчас, увы, этот бизнес отходит. Много дешевой обуви. Люди покупают, поносили, выбросили. Сразу. У тебя просто дешевый. Ну, хорошо. Хорошо. Руслан, а вот как дело с отдыхом обстоит? Лучший отдых для тебя это какой? Лучший отдых это поспать. А вообще, получается, ну, я отдыхаю, получается, всегда отдыхаю. Когда думаю о песнях, вот это отдых. А как с личной все-таки жизнью? Мы выяснили, что живешь ты один? Нет, ну почему же один? Или пишешь? А если не женат, значит один, да? Нет, ну в квартире ты говоришь, что живешь ты один? Нет, ну почему? То особо никому не будешь? Есть любимая женщина. Он прекрасно. Женщая блондинка. Пока еще не подумываешь о том, чтобы менять статус как-то свой? Ну, подумываю. Вообще подумываешь? Он обо всем подумывает. Об альбоме подумывает, о концерте подумывает. Я чувствую, что совпадет это с выпуском альбома, ей-богу. Все должно прийти как-то само по себе. Потому что я уже пробовал в жизни как-то перепрыгивать через события. И все равно они меня где-то там ждут, поджидают. И как бы я там ни прыгал вперед, все равно вот надо в этом. Ну вот надо. Жень, мы тоже не будем прыгать вперед. Мы спокойно дойдем, постараемся. Хотя можем сорваться набег. Можем, да. Можем. Судя по запаху, риск такой есть. Ну, пойдем сюда. Давайте. Пойдем. Налетаем. Пойдем. Руслан. Ольга, я вам доверю. Да я уже поняла, Руслан. Удивительно, что Руслан смог его приготовить, а вот нарезать... Нет. Не я. Так, что на три части просто режем и все. Каждый раз. Ну, на две тебе же зачем. Это же дрожжевое тесто, сыр. А кто сказал, что я прям чего-то боюсь? Ну, я так надеялся, но не может быть. Так. И... Давайте. И раз. Прекрасно. Давайте, где ближе, там и буду. Хорошо. Ну что? Ну как, липая? Ну что? Ну, тис. Это я. Отведаем. Так, а как лучше есть? Руками можно или... Да, можно в руку. Это же пирог. Ну, вообще, да. Ой, я хочу прям рукой. Мы с Ольгой сделаем так. Ммм. Друзья, предлагаю вам записать рецепт этого отличного воскресного завтрака. Это очень вкусно. Записывайте. Французский пирог. Репчатый лук мелко нашинковать. Сыр натереть на средней терке. Смешать, убить яйца и поперчить. Тесто раскатать, выложить начинку в центр и завернуть конвертом. Сверху смазать пирог яичным желтком. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита. Руслан, и традиционная часть нашей программы – это пожелания от гостя. Собственно, вот камера, все наши ресурсы в твоем распоряжении. Ну что могу пожелать? Доброго воскресного утра, друзья мои. Слушайте хорошие песни. Любите жизнь, любите друг друга. Всех благ. С вами был Руслан Березовский. Не добавить, не убавить. Руслан, спасибо большое за это утро. Было здорово. Мы очень хотим слышать твои песни. Мы очень хотим уже наконец-таки, может быть, даже потрогать твой альбом. Потрогай. Ну, по крайней мере, послушать так уж точно. Исполнитель Руслан Березовский. Ну, а также, друзья, этим воскресным утром вместе с вами были, как всегда, Евгений Булко. И очаровательная Ольга Богатриевич. Всего хорошего и до новых встреч. Оставайтесь на телеканале ВНК. Пока. Пока. Пока.